Ну вот, это как раз стрим-шот сайта шоу статичность, который, валяр по которому мы получаем информационное значение и некоторую другую полезную информацию, сейчас расскажу. Стоит убедить еще один великий словарь английского языка, это словарь Вепстера или Мариана Вепстера, в первой школе Испания. Это основной конкурент обслуживания, если мы говорим об описании английского языка, но я обращаюсь к английскому языку, потому что английская лискография находится впереди, по крайней мере, наша лискография, просто впереди, это лучшая лискография. В интернете правильнее было говорить о том, как рассказывали Мариана Вепстера, но привычнее просто Вепстера. Я так пока его буду называть. Мариана Вепстера – это название компании, выпускающей словарь Вепстера и Мариана Вепстера. Название стоит из двух фамилий. Автор первого словаря – Ноа Вепстер и праздник Мариана, который купили права на словарь после смерти А. В чем принципиальная преимущества английских слоев и великих слоев и наших лискографиков? Ну, первое, я вам сказал, в них можно найти слова и значения, появившиеся совсем недавно. То есть ухорененность традиций не мешает английский лискографу активно привлекать новые лискографы. Наши лискографы, к сожалению, боятся этого дела и не просто боятся, а считают, что это неправильно, потому что не всякое слово, которое мы активно используем, можно считать словом в языках. Я, в данном случае, привидуально, как мне кажется, абсурдный пример, но не все считают его абсурдным. Какой момент известна в массовой информации, прошла информация о том, что в словарь после виска подключены в такие слова, как «гламут» и «блога». Ну, я на всякий случай, прежде чем отвечать, сделал то, что сейчас называется погуглить, я набрал также угла и увидел, что миллионы употреблений, у обоих этих слов имеются, и более того, первое впечатление для «гламуров» в прошлом веке, а для «глога» в самом начале этого я подчеркиваю, речь идет о русских словах. Оба эти слова обросли родственниками, но для «глога» мы знаем, что есть «глогоспера», есть «блогер», даже «глогер», есть «глогер», но все-таки есть «глогер», «глогер». То есть, для меня, скорее, вопрос состоял в том, почему так поздно эти слова включаются в слова, а для относительно русского языка, в том числе журналисту, вопрос состоял, как посмели включить некие странные чужие слова в слова «глога» и «глога». Но этими словами русский язык, сегодняшние русские тексты наполнены и переполнены. Вот англичане, американцы этого не боятся, и включают более-то, обстоятельства в отношениях даже красивее словаря от этой стороны. Но что еще очень важно для обстоятельства словаря, что авторы словаря там, где они могут включить информацию, то есть не боятся еще быть непосредственно, включают год или десятилетие, чаще десятилетие, появление слова. И это тоже некоторая очень важная информация, когда вы имеете слово или иное слово. У нас есть традиция, безусловно, для нашей циографии это заслуга, у нас есть традиция издания словарей новых слов. Однажды я представить всегда и нахожу разные слова, но часто слова новых слов, относительно недавно не попало в слово «гешет» или «гешет-ман». Слово, которое появилось в начале 15-го, в начале 20-го века и довольно активно использовалось. То есть вот автор словаря не ученился, не стал скрываться. И поэтому первое включение, первое зафиксированное использование того или иного слова очень важно для лингвиста и для истории. И так далее. Здесь я маленькое ступенье взглянул в сторону. Сегодня появились замечательные инструменты в интернете, которых до интернета не было и другим не могло. Это инструменты, позволяющие подсчитать частоту потребления слова, и в том числе начало, как мне принесло, на силы. Я знаю два таких инструмента. Один у гугла, это гугл эндрам. У гугла огромный отзывованный массив, в том числе русских детств. И мы можем получить информацию о появлении слова, вследствие чистоты слова, о падении оборота чистоты. И второй, более локальный, но тоже очень важный, это пульс благосферы, где мы можем посмотреть, как в благосфере в хуже сегодня нашло. Более того, американцы тут же заговорили, после появления гугл эндрам, тут же заговорили о появлении новой науки, потому что действительно, вот с помощью такого изделителя измеряется не только лингвистическая информация, но, скажем, мы привыкли к примеру, именно это Гарвардский черный инициалер на большом статье, и там много разных примеров, но вот один пример. По русским текстам. Вдруг усматриваются некие провалы, употребление фамилии Тронский и Шагалов. Вот они, в связи с ответственностью, что тот, который не спад, а потом они опять являются. Какие выводы можно сделать из этой истории? Ну, это совершенно понятно. Здесь цензура, какого-то, цензура выбила из текста эти два имени для фамилии. Ну, огромная лингвистическая информация из этого получается, тут некие мощные новые инструменты, и, как сказать, словать, отчасти их использовать. То есть, что мы не указываем, но указываем даток у евреев. Однако, если мы не находимся в профессиональном словаре английского языка некое слово, то мы можем обратиться к знаменитому Urban Dictionary, ну, я там вообще использую перевозку, к горословому словарю, основанному на технологии ДЭП 2.0, ну, не в этом смысле РОВСКО, но на Кунтарёк. Что это за слова? Ну, Стронарик, он очень простой принцип, он пишет бесплатно все желающие. А дальше толкованно, ну, некое слово. Причём встречаются как самые известные словари, я скажу там ниже, в конце слова «мать», так и самые новые законные словечки, которые действительно читатель нигде, кроме этого словаря, не найдёт дождов, в основном говоря, которые прогрессили, но не настолько. дилетанты простые пользуют, и дают толкование, эти слова сами угодят это слово. Другой, дилетанты, приходят, и дают другое толкование. А дальше толкование получают, ну, как сейчас вам сказали, лайки и дизлайки. Ну, то есть, одобрение, и неодобрение, и, соответственно, толкование, которое получает одобрение, значительно больше, чем неодобрение, выходит вверх. Соответственно, простой пользователь, открывая некое слово, видит, прежде всего, наверху, у кого не получился больше одобрения. Ну, как правило, это и есть лучшее. Толкование, но в любом случае, даже важно не лучшее, а что любой пользователь вычитает, как правило, сверху, вычитает одно-два массовые толкования, а дальше уже не идет. Ну, скажем, какие-нибудь толкования, сделанные ради прикола, ради шутки или хулиганские, они просто не понимутся наверх или осядут где-то внизу. Это, заметьте, технология без редактуры, но, вот, с использованием оцепленной, с удворяющим конжиром толкования. И надо сказать, что арбитричный вполне авторитетный и хороший товарик. Он ни в коем мере не конкурирует с обширским товарем и с товарем датчиком. Но он занимает свою нишу, и в этой ниши он чрезвычайно полезен. Ну, теперь перейдем к новому обзору наших товарей. Очень коротко скажу попросту, покажу обложки наши великие товары. Но, конечно, у нас есть великие товары. У нас нет той регулярности создания товары, и той легкости отношения к языку, как мне кажется, это правильно. Мы преддержимся за наш великий могучий, который когда-то существовал, а вот то, что сейчас мы считаем, почему-то неважим, и часто просто ненавидим современные русские языки, говоря, что это помойка, что он испорчен тогда в действительности, тоже замечательный, но достоин своей фотографии. Но вот это отношение и регистов, и общества мешает делать современные словари, которые действительно будут пользоваться все желающие. Но, тем не менее, назову наши великие товары. конечно, это слова остается, который, впрочем, не очень, кажется, пригоден для использования, но это слова не литературного языка, это в неком смысле свала, и, в данном, может иметь множество претензий к тому, как он составляет слова, но, в каком-то смысле, этот приступ сегодняшний который используется в интернете, все факты свали в этой словаре мы слышали что дали это какое-то для реального слова, и даже если не проверяем, если это дали это диалект или нет, сразу зависит от этого человека. На сегодня это самый полный словарь русского языка, но абсолютно не абсолютно не абсолютно диалекты и так далее, но тем не менее это составить представление о русском изгеме сковородании невозможно. Тем не менее, человек который сам помнит товарьков. А дальше этот предкратованный словарь тоже лучший легендарный словарь это конечно словарь Рожикова. чем он замечатель? Тем, что он ориентирован на простого человека, на простого пользователя, а не на специалиста, он довольно примитивный и его последователь передающих словарь. Но для наших сказ они объясняют о чем идет речь. и наконец, что очень важно, это единственная традиция переиздания однотомного словаря. И да, Божьего состоялось в том, что он практически не обновлялся долгое время. В отличие от той же традиции английский, французский, немецкий, где в последние десятилетия сами обновления вызывают огромный интерес. Что за год ушло, если как что пришло. У нас этой традиции не было, и еще один легендарный словарь, это слова уже четырех том, это из больших словарей авторитетные слова Шахова. К нему тоже подъявляются какие-то претензии, в частности, он идеологизирован, надо сказать, что в то время, когда он сдавался, началось до войны. я думал, что Шахов позволял свое очень смертное действие и критиковать его за то, что он вынужденно следовал стандарт старинской идеологии, не важно, но, наверное, не лепо. Есть и более-более не такие легендарные слова и вполне достойные слова, но, к сожалению, уже повторяющие 80-е это прошу вас на месте.